В ТПП РФ состоялась встреча российского бизнеса с министром иностранных дел Судана Мариам Аль Махди. Открыл и вел заседание круглого стола президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. Открывая встречу, руководитель крупнейшего бизнес-объединения страны сказал. Мы полагаем, что у нас есть большие резервы, огромный потенциал для развития наших, прежде всего, экономических связей. И, конечно, нам бы хотелось сегодня, пользуясь этой замечательной возможностью вашего визита и столь представительной делегации, которая вместе с вами сегодня находится в Москве, поговорить о наших экономических связях. Мы, естественно, готовились к этой встрече, прежде всего, организовали погоду более привычную для вас, я надеюсь, вы это почувствовали в Москве. И мы пригласили коллег, которые хотели бы несколько слов сказать, кроме моих слов, еще коллеги, которые профессионально занимаются различными отраслями нашей деятельности, наш деловой совет, которые бы хотели рассказать о возможностях нашей совместной работы, о развитии этих связей. По словам Мариам Аль-Махди, после того, как в стране завершилась гражданская война и установился мир, было создано правительство, которое открыто миру и сотрудничеству с Российской Федерацией. Она также заявила, что Судан заинтересован в развитии инфраструктуры, строительстве дорог и аэропортов, гидротехнических сооружений горнодобывающей промышленности. Выступивший на круглом столе председатель Российско-Суданского делового совета Виктор Чемоданов рассказал о ходе реализации некоторых российско-суданских проектов. В завершении встречи мы попросили Виктора Чемоданова рассказать о деятельности делового совета. В Российско-Суданский делового совета входят несколько десятков российских компаний. Совет посетил Республику Судан порядка пяти раз за полгода. Были подписаны нашими российскими компаниями меморандумами как с железными дорогами, как с энергетикой, как строительством гидростанций и многие-многие другие проекты. В ходе встречи российские бизнесмены высказывали свою заинтересованность в совместной работе с суданскими властями и предпринимателями. Представитель компании «Полярная авиация Мотор» Михаил Полонский, который занимается ремонтом и обслуживанием самолетов малой авиации Ан-2, рассказал нам о планах компании в развитии малой авиации в Судане. Основная задача и основные направления – это модернизация и поддержка в летном техническом состоянии самолеты модельного ряда Ан-2. В Судане эти машины эксплуатируются более 40 лет. Прекрасный опыт, есть ремонтная база и есть пилоты, которые умеют обращаться с данной техникой. Торговая промышленная палата Российской Федерации пригласила нас к участию в Российско-Суданском деловом совете с целью сделать аэромонтную базу на территории Судана на новом модернизированном уровне, сделать учебный центр, центр запчастей и обслуживание данного вида авиации. Прокомментировать прошедшую встречу мы попросили вице-президента ТПП РФ Владимира Падалка. Сегодня в здании торгово-промышленной палаты прошла встреча министра иностранных дел Судана и представителей деловых кругов Российской Федерации. Тема одна. Россия возвращается в Судан и нам очень интересно было услышать из уст высокого государственного деятеля о том, как в настоящее время выглядит экономика Судана, куда нас приглашают к сотрудничеству, есть ли на это финансовые средства и так далее. Вот сегодня очень плотный разговор был, без галстуков я бы так его назвал, по основным направлениям деятельности. Суданскую сторону очень интересовала тема здравоохранения и вакцины, это понятно. На второе место я бы выделил все то, что связано с углеродами и переработкой их. Очень интересовала тема энергетики, в том числе гидроэнергетики. И, конечно же, традиционная тема для российского экспорта, это экспорт российской сельскохозяйственной продукции и продукции АПК. Мы наметили конкретные шаги. В ноябре месяце проведем предметную встречу B2B уже предприятий Судана и России. Наши банкиры, Россельхозбанк и другие выразили желание поддержать российских поставщиков соответствующей продукции на суданский рынок. Поэтому у нас есть уверенность, что у нас связи с Суданом кратно расширятся. Сейчас наш торговый оборот порядка 350-370 миллионов долларов по результатам прошлого года. Это, конечно же, капля в море, как мы называем. Наша задача, чтобы этот товарооборот был совершенно в других финансовых пропорциях. Субтитры создавал DimaTorzok